классный flat design получился вообще прикольно я вам советую практиковаться практиковаться во flat design побольше потому что у вас прикольно получается что касается вот самих иллюстраций композиции цветов в принципе все окей вот вообще я советую больше стиротачиваться на динамике вы посмотрите как да ну как бы когда человек очень быстро передвигается если из него вылетает кита частица то они летят назад то есть вот эту динамику можно было тоже передать а так в целом как бы всего не предусмотришь поэтому тут как бы без проблем вот технически все организовано хорошо ведь получается какое движение клиновидное то же самое посмотрите как она сама нарисована то есть у нее то есть вот эти вот частицы они выполняют выполняют функцию динамических акцентов да то есть они подчеркивают движение то есть во многом благодаря частицам и создается вот это вот главное изобразить вот это вот хаотичность чтобы они не были такими как бы организованными прям супер слишком в то же время динамика чтобы динамика не нарушалась и и Уже какие-то нужно будет убрать. Ну, видите, то есть такое получается, ну, то есть... От меньшего к большему к большему. То есть она бежит и надувает шарики. То есть вот используется вот такую динаму. То же самое вот эти вот... Зачем вот эти вот вообще частицы? Зачем они нужны? Что касается фонов, я советую не делать вот таких вот разделений на шары. Это не очень выглядит. Если вы посмотрите, например, там такого нет. Ну, конечно, хорошо, когда у нас все в одном оттенке. В принципе, прикольно. Конечно, еще нужно, если вы берете такой референс, как вот вы взяли, учитывайте то, что вам нужно, как бы... Работать, еще, ну, замечать мелочи, такие как тени, всякое такое. Ну, потому что, вот видите, даже вот у вас на референсе прическу посмотреть. Видите, здесь темные, светлые стороны есть, акценты. Вот. А я советую, конечно, с цветами работать побольше. Вот. Вот эти вот штуки всякие, да. Вот эти вот листики. Для начала неплохо, да, для самого начала. Но вообще, вот, я советую здесь быть разнообразным. То есть, делать целые гербарии вот с такой вот штуки. Учиться, да. Потому что, вот это вот, это, типа, самый начальный примитивный уровень. Вот этого вот. То есть, нам уже это не нужно. Уже не примитив. То есть, у вас должна быть, фактически, векторная экибана. А когда работаете в одном цвете, более или менее, то есть, вы можете на тональности его разделять. Ну, то есть, оранжевого очень много оттенков, на самом деле. И, там, если брать желтые, да, то есть, мы же желтые еще вставлять. Вот. То есть, мы сейчас фактически будем делать экибану. Да. Вы же вырезкой в детстве занимались из журналов или всяких красивые герметрические формы из, скажем, цветной бумаги. Да. То есть, вот это то же самое, только мы используем, но будем использовать векторный клип. То есть, зачем, в чем смысл вот этого вообще фона, да. То есть, просто так, для красоты. Ну, вот этот фон, он, на самом деле, отделяет, ну, как бы, это очень-очень-очень упрощенный задник, да. Который, ну, как бы, изрезанный, с изрезанными краями. То есть, он должен подчеркивать персонажа. Да, то есть, его форму, динамику. Вот. Вот эти вот листья, они не отвечают критериям, потому что персонаж плавненький, аккуратненький, красивенький, девушка. А эти листья, они очень острые. То есть, вот здесь вот, например, много острых линий. А здесь у вас нет острых линий практически вообще, ну, как бы, такое все гладкое, короче. Ну, в общем, не подходит. Вот. Ну, вот это вот, ну, как бы, на самом деле, мне вот лично очень нравятся всякие экибаны делать. Да, это очень-очень, ну, еще полезный навык, к тому же. Ну, тогда вот еще классно. Вы зря, как бы, а, подождите. Я немножко не понял, вы цвета откуда взяли? Вот эти вот. Отсюда, да, получается. Когда берете откуда-нибудь референс, вот так вот, да, например, конечный вариант разворачиваете. К тому же нужно постоянно разворачивать, чтобы тестировать себя на правильность композиции. Часть свития делаю белым, то есть крашу в цвет фона. Вот, вот этот узор, да, на фоне, то есть он должен быть очень простым, на самом деле. Без каких-то, ну, без заморочек, потому что Нарушаться будет восприятие персонажа, это не очень хорошо. Дальше. Вот так вот. Дальше. Ага. 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 Продолжение следует... 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 вот это классно ты к форме понимаете если вы уже создали где-то один раз форму для чего-то да то есть вы можете спокойно еще раз использовать вот то есть ну как бы не нужно каждый раз заново что создавать то есть это вообще вот это очень неэффективно как бы с точки ну как бы неэффективно непродуктивно да то есть когда вы каждый раз создаете там что-то заново ну как бы не в кайф и 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 так это острые углы тоже сразу не мало мало клепарта выбор выбрать как бы не не из чего так особо ну короче я думаю вы поняли идею я сейчас уже не будут не буду тогда особо заворачиваться вот то есть тут смысл именно вам баба в том чтобы фоновые формы подходили именно персонажа до чтобы они были с ними как бы в одном стиле вот тогда как бы все будет хорошо я имею ввиду что под стилем даже имею ввиду что не только скажем ну саму стилистику да там мультяшность не мультяшность но еще и скажем там скруглен скругление если не или нет если тени да точно такие вещи видите я вот этими маленькими точками теперь как бы заполняю пустоты потому что очень изрезана граница до у моего рисунка а теперь с помощью этих маленьких точек все приобрело такую сферичность здесь тоже самое то же самое функцию исполняет эти кружки и нота вот то есть конечно все должно быть немножко разноцветным где-то желтая где-то там более оранжевые где-то там менее оранжевого да вот все не может быть в одном тоне покраснение что-то чуть позеленее что-то чуть пожелтее всякие вот такие вот вещи они вносят такое хорошие очень разнообразно вот ну короче по цветам да очень будьте как бы разнообразнее то есть но это понятно то что сразу нельзя ставить разнообразным дело опыта но как бы постепенно отдавать его приобретать потому что простая графика до flat его простота компенсируется цветами да да она простая но цвета должны быть очень крутые так это все больше флота нет да ну ладно хорошо общем отличная работа здесь тоже самое вот те же самые как бы недочеты вот отличная работа конечно есть еще на чем работать вот но в целом очень хорошо его посоветовал вам побольше еще заниматься этим флотом да потому что у вас хорошо получается персонажи делать персонажи это очень трендовая штука очень популярна так ну тогда